МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня мы начнем с Евангелие 12 глава 9 стих. И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им, кто из вас имеет одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцей? И так можно в субботу делать добро? Иисус, когда находился на земле, он многое сделал, но делал очень многое в субботу. И поэтому многие фарисеи и книжники осуждали Иисуса? Поскольку фарисеи и книжники, они обращали внимание на слово «суббота», а Иисус знал истинное значение «субботы». Если мы не будем знать истинного значения слова, которое есть в Библии, тогда мы будем только обращать внимание на буквы. Например, если мы не знаем, как использовать машину, тогда нам придется толкать его. Это очень удобно тратить машину, но автомобиль – это такая машина, которая помогает нам очень легко передвигаться. Но представьте, если вы будете сейчас тянуть, тащить эту машину, чтобы дойти до дома, как будет вам тяжело. Знаете, когда я читал Библию и думал, я был удивлен, думая о том, что Господь Бог сотворил нас. Смотрите, если мы посадим какое-то семя, и то дерево, которое вырастет из этой семени, будет таким же, которым является это семя. Наша душа подобна земле. А Слово Господа Бога – семени. Поэтому если посадим пшено, вырастет пшено. Если посадим очмень, вырастет очмень. Если посадим яблоко, вырастет яблони. Слово Иисуса – это семя души Иисуса. И когда Слово Иисуса попадает в мою душу, сталкивается с ним. И тогда Слово Иисуса касается моей души. И когда Слово попадает в мою душу, оно начинает давать росток. И это семя делает, чтобы наша душа стала таким же, как душа Бога и душа Иисуса. Слово Библии – это Слово Бога. Иисус пришел, который был подобен Слову Богу. Поэтому если мы внимательно читаем Библию, у нас должна была образовываться душа, как Иисуса. Но книжники и фарисы всегда сталкивались с Иисусом. Они своей душой, своими глазами, своим пониманием понимали Иисуса. Поэтому то, что говорит Иисус, и то, что у них было, отличалось полностью. И самый хороший вопрос, чтобы атаковать Иисуса, это был вопрос субботы. А суббота называется пятница вечера до вечера субботы. Да, действительно, истинная суббота начинается с вечера пятницы, когда солнце садится. И до того, как в субботу сядет солнце, этот период называем субботой. Да, в шесть дней они трудились усердно, и они потом отдыхают на седьмой день. Смотрите, в пятницу вечером, когда солнце садится, они отдыхают. И так же, что символизирует для нас суббота? Господь Бог хотел истинно научить нас значению субботы. Те люди, которые зависели из-за греха. Люди были рабами греха и несли груз греха. А в пятницу вечером начинается суббота. И люди имеют право оставить весь груз, который есть на них. И есть отдых. Именно об этом говорится в 11 главе Евангелия Атмархея, 28 стих. Что написано в 11 главе 28 стихе Евангелия Атмархея? Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. И если мы придем к Иисусу, мы сможем получить истинное успокоение души. Это кто те люди, которые находятся в Иисусе? Это не те, которые обнаружили проблему. И не те, которые знают, как решить проблему. И не те, которые стараются решить проблему. Люди, которые истинно знают душу Иисуса. Те люди, которые отдыхают. Да чтобы решить вопрос вашего греха, Иисус пришел на землю. Но разве мы сейчас не страдаем, чтобы освободиться от нашего греха? Ну что нам говорит Иисус? Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. Кто говорит? Иисус говорит. Да от чего? От греха. Иисус сказал, что он успокоит нас от греха. И поэтому, когда мы хорошо понимаем душу Иисуса. А, Иисус пришел, теперь я могу отдыхать. Да, чтобы решить вопрос греха, я всячески пытался спокаяться и решить его. Но у меня не получалось, поэтому я не получил успокоение. А, ну теперь Иисус пришел, поэтому я буду отдыхать. Иисус решит вопрос моего греха. Иисус умер на крестнице, чтобы решить мой вопрос греха. Он уже покончил мой грех. А, да я не могу теперь отдыхать. Как мы можем отдыхать? Когда Бог говорил о субботе. Господь Бог сотворил небо и землю на протяжении шести дней. А на седьмой день отдыхал, написанное? А что значит шесть дней сотворил, а на седьмой день отдыхал? Что это значит? Бог отдыхал не потому, что устал. Он отдыхал, потому что закончил свое дело. Придите ко мне все тружидающие себя обременены, я успокою вас. Как это можно иначе истолковать? Все, кто страдает и мучается из-за греха, придите ко мне. Я решу вопрос вашего греха. Вот что это значит. И действительно, крестье, он уже решил наш вопрос за греха. Тот человек, который истинно понимает, что такое суббота. Да, это тот, который получает истинный отдых от греха. Да, у меня было так много грехов. Я страдал. Но Иисус же забрал все мои грехи. Он же решил всем этот вопрос на кресте. Он ничего не оставил, все забрал. Иисус говорит, отдыхай. Все, теперь я буду отдыхать от греха. Ты тоже отдыхаешь? Ты правда отдыхаешь от греха? Ты же не мучаешься из-за греха? Ты не страдаешь? Почему ты продолжаешь страдать? Иисус же сказал, успокою вас. Он же сказал, что решит вопрос греха. Он говорит, что он уже решил. Почему ты не веришь в это? Иисус сказал сделать и сделал уже. Придите ко мне все, трудающиеся, обремененные. А почему ты так зависишь от субботы? Почему ты стараешься исполнять субботу? Не надо стараться исполнять субботу. Вот так, просто нужно отдыхать. Это есть исполнять субботу. Ты можешь здесь и отдыхать. Иисус уже сделал, чтобы все могли отдыхать. А ты не понимаешь субботу, и поэтому ты стараешься исполнять его. Попробуй принять душу Иисуса. Знаешь, что говорит Иисус? Говорит, я успокою вас. Иисус сказал, что успокоит нас. Если сказал, что успокоит нас. Значит, он приготовил все условия, чтобы мы могли отдыхать. Здесь был человек, у которого была сухая рука. Люди у него сказали. Спросили, а можно ли стелять субботу? Они хотели обвинить Иисуса, поэтому хотели увидеть, он будет стелять или нет? Суббота, это когда мы отдыхаем, правильно? Скажите, отдыхом будем, когда мы будем зависеть от болезни или когда мы освободимся от болезни? А? А, скажите? Вот смотрите, например, у вас рак, и вы говорите, ой, у меня живот болит, живот болит. Это разве отдых? Ой, я теперь истелился, я здоров. Теперь отдохнул. Я так страдал из-за того, что у меня живот болел. Ну все, теперь я буду отдыхать. Все, не будите меня, я буду спать. Это есть отдых? Как? Так. Оставив груз греха, отборщи. Если оставить все страдания, мучения человека, человек будет отдыхать. Тогда если субботу больной человек зависит от болезни, тогда это отдых или когда освободиться будет отдыхом? Людей спросили у Иисуса. Можно ли исцелять в субботу? Иисус тот, который дает нам отдых, поэтому он должен работать. Как священники приносят жертву в субботу в храме. Иисус умирает на кресте, чтобы мы могли отдыхать в субботу. И чтобы этот человек, который мучается из-за сухой руки, мог отдыхать в субботу, Иисус начинает действовать. Иисус исцелил этого больного человека. Это есть истинное значение субботы. Я много раз вам говорил. А в обычные дни Иисус тоже очень многое делал. Но особенно в субботу Иисус Христос многое делал. Когда он исцелил человеку, который болел 38 лет, это тоже была суббота. Иисус сказал этому человеку, стань, возьми постель твою и ходи. Этот человек взял постель свою. Иудей сказали, сегодня суббота, почему ты им поднял вещи? Но тот, который исцелил меня, сказал, возьми постель твою. А кто он? Ой, не знаю даже. В смысле, не знаешь? Потом он встретил Иисуса в храме. А тот, который меня исцелил, это Иисус. Это что люди начали говорить? Да, он грешник, потому что он в субботу начал работать. Если они не будут, значит, истинное значение субботы, они могут так говорить. А суббота, это тот день, когда мы легко можем отдохнуть. Знаете, до того, как получил спасение, я очень сильно мучился из-за греха. Я всячески старался сам как-то освободиться от моего греха. Почему? Потому что я не знал, что Иисус для меня все приготовил. Иисус сказал, придите ко мне все тружающиеся обременения, я успокою вас. А чтобы успокоить, нужно приготовить все условия для отдыха. Разве не так? И чтобы мы могли успокоиться от греха, Иисус умер на кресте. Иисус провели кровь, и на кресте он умер. Иисус сказал, я успокою вас. Да, и так, по этому слову, человек, у которого была сухая рука, он смог освободиться от болезни и получить успокоение. Тогда говорит человеку тому, притяни руку твою, и он протянул, и стала она здорова, как другая. И этого человека, у которого была сухая рука, он селел, чтобы он мог отдохнуть. Я понял, что Господь меня освободил не только от греха. Я встречал маленькие, большие проблемы в моей жизни. И каждый раз, когда я встречал проблемы и трудности, сначала я думал, что же мне нужно делать. Я начинаю молиться. И затем я вспоминаю одно слово из Библии. Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих. Чего не будете просить молитвы, веруйте, что получите. Тогда дано будет вам. Этот стих даровал мне огромную силу в жизни. Я очень сильно болел из-за неиздорового желудка. И пока болел мой желудок, я за 3 месяца на 7 килограмм похудел. Когда я похудел на 7 килограмм, тогда и что костюм, что мои брюки, все были большими для меня. И чтобы я не ел, у меня был расстройство желудка. Мне сказал врач, чтобы я пережевывал еду 100 раз. Но после 20-го раза у меня в роту ничего не оставалось. Но я все равно, хотя ничего не было в роту, я прожевывал 100 раз. Я очень сильно мучился из-за этой болезни. И я не мог это вытерпеть. И однажды я молился рано утром перед Богом. Господь Бог, у меня очень сильно болит живот. Пожалуйста, исцели его. И я так молился Богу. Тогда я вспомнил один стих из Библии в моей душе. Евангелие от Марка 11 глава 24 стих. Все, чего не будете просить молиться, веруйте, что получше, и тогда додумано будет вам. После того, как мы молились и просили. Веруйте, когда ваш живот исцелится. Не так. Это неправильно. Потому что Иисус действует в нашей вере. Поэтому, когда у нас есть вера, что Иисус будет во мне действовать, тогда Он исцеляет меня. Но хотя я молюсь, но я думаю, неужели Иисус сможет исцелить? Если я так буду думать, тогда Иисус не сможет действовать. Да, и если говорится, веруйте, что получится, тогда я начал верить, что я здоров. В тот день я открыл Библию и несколько раз перечитывал этот стих. Это было точное обещание Господа Бога. Это слово живого Господа Бога. Если я молюсь, чтобы Бог исцелил мое животное, если я верю, тогда значит, я здоров. Потому что Бог не обманщик. Я точно знал, что таким образом я смогу исцелиться. Я поверил, что я здоров. Ну, а какая проблема у меня в душе появилась тогда? Корейцы больше всего любят кимчи. Я даже не знаю, не знаю, как, что вы можете почувствовать, если вы не пробовали кимчи? Кимчи берут китайскую капусту и потом солят, чтобы она стала мягче. Потом добавляют чеснок, перец, чтобы оно стало очень острым. Хотя немного острое, но очень вкусное. Знаете, что говорят корейцы? Я без жены могу прожить, но без кимчи не смогу. То есть настолько они любят кимчи? Как вы думаете, я люблю кимчи или нет? Я тоже кореец. Я очень люблю кимчи. Но у меня был понос даже от каши. Это как я могу есть кимчи острое? Я молился, чтобы Господа Бог исцелил мой желудок. Если я верую, что я буду здоровым, значит, мне надо есть кимчи. А почему я до сих пор не мог есть? Потому что у меня болел желудок. Да, я сейчас нездоровый, моё желудок нездоровый. У меня и так живот болит, но если я еще кимчи сен, тогда мне будет еще хуже. Может, даже я умру. Но в тот день я очень внимательно, хладнокровно подумал. На Библии написано, что все, чего не будете просить молитвы, веруете, что получите, и будет вам. Написано, будет вам. Так говорит нам Библия. Но если я действительно веру, что мой желудок здоров? Да, я не ем кимчи, потому что я болею. Но если я здоров, значит, я должен есть кимчи. И поэтому я подумал, да, я здоров теперь. Но если я продолжаю не есть кимчи, значит, я не верю, что мой желудок здоров. Но в то же время я понимаю, что если я буду есть кимчи, тогда у меня будут большие проблемы. я очень глубоко задумался об слове если я верю что мои здоровые я должен есть кимчи тогда мой желудок станет хуже или станет лучше библии написано что если верим то будет вам а мои мысли говорят что если я всем кимчи там не будет хуже но когда я глубоко подумал о слове бог уже не обманщик я точно знал что бог будет действовать по обещанию своему тогда я решил поверить в это господи я благодарю тебя я прошу чтобы ты истелил мой желудок господь бог мой желудок уже здоров я верю что ты услышал мою молитву и в тот день я ел кимчи и суп и соевые пасты раньше ел немного каши а в тот день я сел целую тарелку риса ел кимчи и ел суп и соевая паста и моя жена которая приносила еду она увидела и удивилась он сказал что ты хочешь чтобы собираешься делать смысл я уже здоров это моя жена ничего не сказал я сел целую тарелку риса как таки вдруг у меня начал болеть живот я думал я же здоров но если я буду сидеть это у меня будет плохо поэтому я лучше побежал в туалет я боялся что я испорчу брюки поэтому извините но я пошел в уборную и у меня был очень сильный понос у меня сильно болел живот я думал почему же у меня болит живот и у меня появилось колебания в душе для чего сейчас в данный момент в моей душе появился шум и нон киду а фуан лидера бидом и бидом дэротенда библии написано все чего не будете просить молитвы веруйте что получите к нераме дот нонде и нанде зоня я поверил но живой продолжает болеть кота не айде пуль и она и тогда мне нужно было выбрать одно из двух да я верю что у меня сейчас живот болит и ведет по носу поэтому я не здоров еще да она не мальсом и битко бела бусы сара на чима бела на таву миндана или же я поверю слова бога и хотя у меня есть поносе более чего я буду верить что мы живут здоров мне нужно от этого самому если буду верить положение у меня живут сильно болит у меня сейчас понос но разве это значит я здоров нет я не здоров положение говорит так что говорит слово бидом я бидом дэротенда что если верусь будет за счастье я веру я буду здоров дам беда а я поверил корону и значит я здоров библия говорит что я здоров чемпиона тело а положение говорит что у меня болит живот бела и чемпиона беденка я мальсом он не важно я буду берите положение или буду верить слову яйца мы недавно говорили про я ира слуги говорят что и дочь я ира умерла я снимал дураку бичима бикима и айс говорит не бойся но верой я жима рута рука на айдер и море беды да он будет слушать слово иисуса или слуба слова рабов я тоже должен выбирать или положение или слова бога асимина там и на если слово говорит что здорово значит здоров я поверил что я здоров и на следующий день действительно мой желудоколосы истелился бог не обманщик бог тот который исполняет обещание поэтому иисус сказал я успокою вас значит он позволит нам успокоить от греха болезнь от всего что угодно он успокоит нас и вера в это есть вера бога я продолжу на следующей лекции спасибо